Привет! Это Владимир, реальная стройка и распаковка второго комплекта большого от Алексея Земского. Краткая предыстория. В одном из своих последних видео Алексей рассказал о своей работе над ошибками при работе второй серии комплектов. Он там повинился перед публикой и сказал, что он открыт к общению и предлагает любым блогерам подать заявки на обзор его комплекта. Я подал заявку, сразу под видео сообщил и скинул заявку на электронную почту. Через два дня со мной связалась Надежда, Надежда привет, сотрудница Алексея Земского и в электронном виде спросила, какой комплект меня интересует. Я сказал, что в большом комплекте инструментов больше, пришлите мне пожалуйста. И примерно через неделю курьером, прямо ко мне домой доставили вот этот комплект большой от Земского, комплект второй серии. Первая серия взошлась, а вторая с исправленными ошибками, с особой вкладкой, с различными подарюшками. Не знаю, есть ли они у меня. Попали ко мне на тест. Я не готовил никакого сценария. Я приехал просто на объект, нашел старый стол. И вот перед нами комплект. Начинаем распаковку. Сразу скажу, я буду говорить Земс. Во-первых, причины две. Первое, что Алексей, как я, воспитывался на улице и иметь прозвище совсем не зазорно. И даже наоборот. А во-вторых, я на 8 лет его старше. 12 декабря мне исполнилось 45 и Вова Ягодка опять. Так как я старше и такой же уличный, буду называть его Земсом. Надеюсь, Алексей на меня не обидится. Плюс, когда мне пришлали комплект, меня просили только об объективной оценке его всестороннем испытании и прочем-прочем. Никаких разговоров, что я буду хвалить Алексея Земса, никаких не было. Никаких требований, ничего мне не выставляли. Или мне просто прислали комплект. Я не раскрывал его. И сейчас начнем раскрывать. Сразу скажу, я не отделочник. И многие из этих инструментов не то, чтобы мне не знакомы, но мной не используются. Поэтому схема будет такая. Сначала распакуем. Посмотрим, что внутри. А потом на протяжении полугода я буду использовать на различных объектах эти инструменты и рассказывать, удобно они или нет. Качественно или нет. Если у меня будет сравнение лежать в моем сундучке с инструментом, я сравню. Если не будет сравнения, то будет безальтернативное использование Алексеева инструмента. Итак, погнали. Что тут Земс наложил нам? Транспортная компания, как всегда, запаковала с дыши. Отдельное спасибо Алексею за то, что курьерская доставка не отрывала мое время, а привезла мне прямо домой. Это очень приятно. Редко какие рекламодатели предлагают такую услугу. Обычно мне приходится ехать на терминал транспортной компании. Комплект в новом промо-ящике. Так как предыдущий серый ящик не устроил эстетские вкусы некоторых зрителей. Тут стилизованный типографским способом надпись. Алексей написал ее, отсканировал, взяли типографским способом. Спасибо за покупку. Ваш АЗ. Потом, спереди фотокомплекта. Написано 83 предмета, вес 11,6 килограмма. Здесь опять вес, не вес, внешний вид комплекта. А здесь робот-трансформер из этих хайперовских инструментов. Раскрываем супер ящик и смотрим, что внутри. Если звук будет не очень, извините, микрофон с петличкой вроде бы нормального качества, но почему-то звук все равно фонит. Видимо, за очень маленькой комнатке, в которой я произвожу съемки. Так. Для придурков написано, не наступать. Ну, коробочка красивая. Так. Здесь знаменитая плоба от Земского. Букавка Z его фирменная. Сейчас покажу. Скрываем. Вот. Скрываем. И смотрим, что у нас внутри. Первое. Это кубик. С высказанными Земского, который теперь прилагается к каждому комплекту. Алексей Земсков. Ты можешь быть на любом месте рейтинга при условии, что ты номер один. Если ты уверен в том, что говоришь, то и говори уверенно. Качество всегда важнее сроков. Пусть лучше тебя проклинают два месяца, чем все оставшаяся жизнь. Ну, короче, сейчас кубик откладываем и поговорим. Ладно, в конце, если что, будет время, я буду заниматься кубиком. Потому что 83, в комплекте 83 инструмента. И это может затянуться до утра. Так. Органайзер. Ну, или как это назвать? Это штука для переноса по объекту. Далее, лист с номером упаковщика, его росписью и то, что инструменты здесь все есть. То есть, мы можем видеть. Сейчас положим здесь и будем обсуждать, все ли сошлось. Сейчас, с вашего позволения, я вот этот верхний органайзер уберу. Ну, что он? В нем двигаются перемычки. Тут еще продольные, тут еще есть поперечные перемычки. Ну, короче, сомневаюсь, что я этим буду пользоваться. Ну, может быть, если объект попадется на обсопалку объекта, будем переносить саморезы. Вот так вот, то есть, продольных раз, два, это не считается, три-четыре. И поперечных, передвижных, вот их, которые можно сюда-сюда, две перемычки. Можно вынуть и эти перемычки, и получится у вас просто общая ванночка. Отодвигаем. Так. О! Ё-моё! Нафиг эти лоховские перчатки! Оденем хайперовские, как супер-мастера. Так, так, так. Я вижу, что они большого размера. У меня рука довольно мелкая. Сейчас нацепим. Они между собой соединены. Ну, знаете, как на носках, пластиковой такой стяжкой. И типа вот так их вешать. Ну, конечно, мы просто рвем крючочек. Отбрасываем. Да, довольно большая размерность перчаток. На меня они великоваты. Блин, часы мешают. Значит, снимаем часы. Ну, перчатки довольно удобные. Они без всяких вибронакладок. Какой-то похожей на кожу штуки. Типа, знаете, я не знаю, как кожа на диванах. XL написано. Ну, XL, конечно, для меня великоваты. Надеваем. Застегиваем. Ну, честно говоря, перчатки понтовые. Но не знаю, сколько они выдержат на опалубках и на прочем-прочем. Ну, для работ внутри дома вполне подходят. Так, начинаем. Все упаковывается. Отчечки. Я буду, с вашего позволения, отбрасывать пузырьковую эту в пленку. Отчечки. Карбонат довольно толстый. Сейчас покажу. Вот. Я думаю, больше миллиметра. Мне никакие очки не идут. Покажусь вот так. Ну, как бы... Даже на мое худое лицо заушники нормально держатся. Ну, будем складывать. Очки сложу обратно в полиэтилен, потому что ничего нет хуже, чем поцарапанные очки. Все остальное я, конечно, обратно упаковывать не буду. Очки. Опять слой пузырьковой пленки. Забыл, блин, потрясти, шатается ли инструмент. Ну, не важно. Так. Мультиметр. 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 Сейчас посмотрим. Ну, сами знаете, по моим видео, что я такой же специалист в мультиметрах, как и в ослах. Ну, вот, смотрите. Вот мультиметр. А я сейчас вам покажу. У меня есть мультиметр, который у меня на объекте. Вот, смотрите. Вот у меня на объекте. Ну, этот массивный, крепче. Этот стоил где-то, не помню. Рублей 380. Провода у Земского более толстые. Более солидные щупы. У меня уже, кстати, повынимались провода. И контакт тут нарушился. Вот, смотрите. И батареечка к ним. Суперсель какой-то. Я не знаю, что это за бренд. Говорить не буду. Кладем сюда. Убираем наш мультиметр. Мультиметр. Главное, чтобы хорошо работал. Мультиметру, пожалуй, я тоже пузырьковую оставлю. Пленку. Потому что он часто используется. Так. Шпатель. Глянцевая пластиковая ручка. Кстати, к мультиметру еще инструкция, надо не потерять. Пластиковая ручка. Я не знаю, насколько он должен быть жесткий. Не очень жесткий. Обжелезненная вот эта дырочка. Короче, неудобно у него в этих перчатках, потому что они на меня большие. С вашего позволения, я буду голыми руками делать. А перчатки положим здесь. Но так как Алексей рассчитывает на могучих мужчин, то этот размер будет нормальным. Мне этот размер великоват. Но понимаете, лучше великоват, чем не надеяться на большинство рук мужчин. Не знаю, наверное, это нержавейка. Короче, не будем много времени тратить на шпатель. Так как лично я считаю шпатель вторичным инструментом, так как им не пользуюсь. Потом вот такая... Вот что это, я не знаю. Здесь края заточены. Видимо, тоже какой-то специальный шпатель для каких-то специальных уголков. Я не буду говорить, чего я не знаю, того я не знаю. Исполнять для себя умника я не стану. Поэтому еще один как бы шпатель. Но этот толще, гнется меньше и здесь заточен. Вот с двух сторон. Угольник. Угольник. Черного цвета, белые буквы. Решение необычное. У нас на обычный наоборот. Не знаю, тут многие критиковали, я так и не пойму. По-моему, это все-таки, вот я ногтем двигаю, шкребутся цифры. Мне кажется, это выгравировано чем-то. А не только нарисовано. Три заклепки. Никак не шатается. Ножик нормальный. Тут было затянуто, чтобы он не двигался. Покрытый резиной. Пластик. Вот эта пластика, это как бы резина. Ну, как всегда, нажимаешь, продвигаешь. Вот все остальные. Лезвие сколько там? Еще четыре. Всего пять. Ножик мне нравится. Тяжеленький. Опа. Он, оказывается, сам поменяет в себе. Сам в себе меняет лезвие. Я с такой системой не очень знаком. Не смейтесь. Короче, ножик нормальный. Мне нравится. Еще раз говорю, цены никакие я не помню. Мне цены все равно. Мне комплект подарили. Я вам обсуждаю, насколько мне нравится сам инструмент. Всякие дотошные ребята. Можете обсуждать цены с конкурентами. Ножик, вроде как называется, дельфин. Мы им вообще никогда не пользуемся. Единственное, из чего мне приходит на ум, чем мы... Куда его применять? Это резать рубероид при гидроизоляции. Ну, рубероидоподобный материал, когда не толстый. И такой ножик не очень дает упереться. Так что вот так. Будем нормально двигаться. Нажимаем на кнопочку. Видим запасные лезвия. Не знаю, удобный. А тут написано пресс. Пресс, пресс. И что, ничего не происходит. Ладно, не знаю, как им пользоваться. Ножи к ножам, шпатли к шпатлям. Танкогубцы. Тоже инструмент для бетончика второстепенный. Кстати, я все время буду говорить, это не подойдет, это мне не нужно. Не обижайтесь на меня, ребята. Мне все равно было хотело... Мне все равно было интересно распаковать и попользуясь инструментом от ZEMSA. Может где-то на вымашении попользуюсь. Люфта нет. Двигаются легко. Фиксируются в раскрытом положении. Но не закусываются, легко сдвигаются. Везде написано Hyper Tools. Нигде никаких поцарапин. Так, так, как. Ага, вот. Такс, 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 такс. Чтобы сжать, возьмем два шпателя сожмем. Струбцина. Маленькая. Ну вот. Сжала. Малюсенькая струбцинка для каких-то очень точных, аккуратных работ. Нажал, отбросилась, сдвинулась, раздвинулась. Вы знаете, я смотрю, как на некоторые штуки надекоренные вещи. Для меня пока не очень понятно, где она применяется в отделке. Но, видимо, применяют люди. И вторая. Ее сестра. Нажимаешь на клавишу, сдвигаешь. Так, сейчас. Мы их повесим на край стола. Так они будут более маленькие, конечно, штучки. какие-то прикрепить штуковины, чтобы склеить или обработать. Пробник. Потом я его вставлю в розетку и покажу, работает или нет. пробник. а ну, тут лень вставлять батарейки, чтобы проверять мультиметр. Пробник потом проверим. Маленький разводной ключ. Это иногда используем. Иногда на объектах надо что-то затянуть, оттянуть. Двигается бодренько. Люфт обычный. Ручка обрезиненная, приятная. Сейчас в моем помещении, где я нахожусь, уровень нуля градусов. Ну, руки не мерзнут от того, что накладка в своем инструменте. Здесь написано одна четверть, полдюйма и три четверти. Видимо, дюйма. Здесь нанесено размерность различных сантехнических труб. Так. Бокорезы. Бокорезы мы применяем. Кусаем ими то вязальную проволоку, то еще что-то. Я понимаю, что резать бокорезами вязальную проволоку неправильно. Надо резать, кусать медные провода. Но, раз они к нам в руки попали, все эти ручные инструменты, ручки не снимаются, чем болеют дешевые китайские ноу-неймы. Бокорезы отправляем танкогубцам. О, пассатижи. Вот это более нужная вещь. Честно говоря, туговатые. Ну, люфта, конечно, никакого нет, но немножко туговатые. и перекусывания толстых проволок здесь нет. Как бывает у пассатижи, вот здесь специальные пазы для перекусывания более толстых проволок. Только есть вот эти вот. вот эти боковые грани. Так. Это угломер. она у нас тоже применяется, потому что бывает не под 90 градусов, а под другим углом сочленения палубок или вертикальных стоек. Пластик тут. В нем пузырьковый уровень импровизированный. зажималка снержавейки. Снержавейки само вот этот рабочий орган. Кстати, для пузырькового уровня еще и здесь оставлен зажачок. То есть для каких-то неточных замеров можете конечно использовать взяли, поставили и все. Ну конечно лучше уровнем нормальным пользоваться, который я думаю в комплекте тоже идет. отвертка. Так. Храповик легкий, приятный. Почему-то нету здесь бит. Не знаю, где-то они наверное в другом. В другой части инструмента. Здесь резина, черная пластик, красная резина. Храповик приятный. Так. А вот переключалка. Переключалка вот здесь сделана. На две стороны реверс и прямая по дате. Поработаем. Отвертка часто используется у нас. Посмотрим как это все будет выглядеть. так. Большой ключ. Ключ для работы и самообороны. Здесь кстати написано с одной стороны в дюймах, с другой стороны в сантиметрах миллиметра. Я это не обратил внимания на маленьком ключе, на большом обратил. люфт. Не знаю, в районе миллиметра есть. На железе написано хром ванадиум. Очень очень внушительный инструмент. Максимальное раздвижение его на где-то примерно на 24, потому что примерно тут плохо видно, да? А маленький примерно Маленький медленно крутится. Маленький на короче, я гоню. Сейчас померите. Это же 0, неправильно на 24. На 35 если в миллиметрах, а маленький на 24. короче, до 24 это до 35. Потому что я смотрю здесь 0 не от начала и чуть дезинформировал вас. Рулетка. Рулетка. Есть рулетки, которые двигаешь, они сразу фиксируются. Это свободно двигается, фиксируешь ее внешне, внешним фиксатором. Здесь тоже нету, знаете, бывает вторая клавиша под остановки ленты. только одна клавиша. Остановки принудительные в режиме ожидания. Рулетка шириной сейчас узнаем. Где-то 20 23, но видимо 25 если выровнять. Выровнять не хочу. Выдвигается довольно хорошо. Так, сейчас покажу. метр 90 выдвигается ломается еще ломается в районе двух метров, что в принципе достаточно хорошо для бюджетной рулетки. написано 5 метров. Заскакит хорошо, обрезинено. Кидать, бросать я ничего не буду. Я буду этим пользоваться. Я подарки не ломаю. Так, маленький органайзер. тоже таких шурупчиков у нас нету. Он видимо с какого-то типа поликарбоната. В нем есть штучка, чтобы вешать его. Довольно толстый пластик. Сейчас покажу. Пластик довольно толстый, видите? Вот допустим толщина угольника, видите? в районе миллиметра точно есть. Ломать его не буду. Защелкивается защелочкой. Будем уже в этажи складывать, а то не. Так, маленькая ножовка натягивается. Туда вставляется маленькое лезвие, не знаю, наверное, такие продаются. сейчас наставлено зубчиками внутрь. Пилите все такое будем уже потом. Сейчас просто покажу, что она маленькая компактная ножовочка для чего-то миниатюрного, что надо обрезать, не раздолбав все вокруг, что нужно в отделке. Это нам можно опалубку бензопилами, бензопилами, железная болгарками. Так, шестигранники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут до совсем миниатюрных. Я не знаю, возможно, в каких-то отделках они используются. У нас некоторые используются, ими зажимаются в некотором электроинструменте рабочие органы, ну там, пилки, где-то средненькие. Но больше я ни для чего не знаю, куда я буду использовать. Земс, прости, я дофига чего не буду использовать. Здесь написаны размерности полтора, два, два с половиной, три, четыре, пять и шесть. И такая штучка, на которых можно вешать. Будем вот так складывать. Ничего сказать не могу, насколько они хорошие. Опа, третий ключ. Надо сантехникой заняться, или Денису дать на тест. Возможно, ключи я дам сантехдену на тест. Пусть тестирует и скажет свое мнение. Этот ключ также двигается легко. Люфт небольшой есть, как всегда, но в любом инструменте есть люфт. Сейчас скажу размерность. где-то на 27. Не понимать, зачем третий ключ, по мне так маленького и большого вполне хватило бы. Ну, вам, господа инженера, ну, в смысле, кто инженеркой занимается, а мне. О, вот этой штукой мы часто пользуемся, когда нам надо что-то открутить, а лень идти за ключом. Забыл, как это называется, типа передвижных плоскогубцев, передвижных пассатижей. вот этот инструмент глобальный, при параллельном расположении губок его размерность будет 50, а если вы так все раскроете, то можно прихватить что-то кругленькое. люфта нет вообще. Никакого люфта нет. Приятная вещь, обрезиненные ручки вроде бы не снимаются. Следующая, опа, выкидушечка. Так, как она тут? э, э, чтобы открыть нажмите. Ага. да, прямо как ящик скрипит, я на него прислоняюсь постоянно, он скрипит. То есть, короче, выкидная ножовка. У нас наподобие гроссовская есть маленькая, для того, чтобы подрезать где-то там, где не подлезешь даже сабельной пилой, я потом ее покажу, да и совместный тест сделаю. Тут она острые высокие зубы имеет, как у торцовок. Я не знаю, гипсокартоник, конечно, классно резать. Ну, и дерево, наверное, классно резать. Мне не очень нужна складная конструкция, так как у меня жигули наполнены инструментом. Даже я вожу только одного человека, остальное сзади ящики с инструментом и сумки. Ну, люфта никакого нет. не знаю, можно еще затянуть будет вообще без люфта. Короче, инструмент необычный. Ну, как все жиганы и раньше передвигаешься по городу с ножиком, такие же ситуации она и вызывает. Как будто это ножик, выкидушка. Только без пружинки. Так. фух. Обратите внимание, что тиски с пеной полетлен завел на тони пузырек. Так. Ну, тисочки. Тисочки как тисочки. Так. Так. А как же тут не крутится? А это надо вот тут ослабить И чтоб шарик стал крутиться Не понял Тест надо иметь, понимаете, на соображение О, все Вот так вот оно все Устанавливается Сейчас мы ее прикрутим Вот сюда вот Чтобы места меньше занимало Ну, тиски и тиски Маленькие, компактные 3D тиски Бывает, надо что-то зажать, подрезать, отрезать Укоротить Так, все Это крепление к столу Так, а теперь, я так понимаю Это Зажимание шарика Вы знаете же Я вечно все не в ту сторону кручу Кто мой видел видео, тот знает Все Так Губки обрезинены Но это актуально для отделочников Которые что-то могут нежное зажать Нам я не думаю, что нужно обрезиненное Соединение губок С обработанной заготовкой Я думаю, что это нафиг Нам не надо, нам и железно Так, ага Вот Вот это Вот это Вот это Видимо Куча, куча биток Нет, не сюда Что-то я туплю Если это не сюда Ага, нашел Тут есть переходник Переходник Сюда А тогда уже маленькие штучки сюда вставлять О Куча, куча Вот это вот приблуда мне очень нужна Потому что Во-первых, у меня дети В которых все в электронных игрушках Которые надо открывать, закрывать, чинить А здесь вот, смотрите Набор для точных работ Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Ну и набор Для обычных работ ПЗ-ки, ПА-шки, шестигранники Звездочки Ну и простые прямые отвертки Так что Короче, вот это мне реально надо Ну не для работы Для жизни Так Кладем к отверточке Тут их очень много Опа Монтажка Ну вот эта вещь нам надо Постоянно демонтируем Постоянно Что-то ломаем Устанавливаем Ну просто Ну руками гнуть ее глупо Плоская Мы конечно используем обычно Круглый или шестигранный Плоский мы не используем Так как не очень доверяем Их способности Как говорится К отгибанию Но Алексей говорит, что Качество хорошее Он там проверял В китайском Исследовательском центре Ну ничего Мои ребята проверят его В Таганровском Исследовательско-ломательном центре Имени Вована Бетончика Вот это реально Штучка будет постоянно в работе Мы ее быстренько Обкубасим Ну ножницы Что можно сказать про ножницы Ножницы, а не ножницы есть Хорошо ли они режут Я уверен, что хорошо Не хочу я бегать за бумажкой И проверять Ножницы Напильник Да Многие писали Зачем в 21 веке Напильник Вы знаете Бывает Пригождается Что-то подточить Подтереть Чтобы оно засунулось Чтобы оно Не давало заусенец Бывает Крайне редко Но Используются И напильники Так Сверла По капелю Тоже Дам Наверное На тест Сантехдену Нам они Без надобности Мы так Скрутим Чтобы они нам Выставку не портили Даже Ну я их доставать Не хочу Сверла 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 Расходный материал К всему Вот биты Сверла Это расходный материал И к их качеству Я сильно Не придираюсь О Вот эта штука Довольно нужная Сейчас у всех Есть шуруповерт Это конечно И сверлить Никто не будет Но У некоторых Даже у большинства Есть еще и перфоратор Перфоратор С помощью Вот этого Устройства Позвольт вам Превратить его В дрель Которая сжимает Обычные сверла Не буры А именно Простые сверла Это вставляется В СДС Плюс Туда же вставляется Зараза такая Короче Короче Неохота Мне выкручивать Я так Кручу И все И ваш любой Перфоратор Становится Дрелью Мы кстати Храним это Вот так Вот это Сжимаем Надеюсь Патрон Нормального Нормального Качества В основном Патроны Портятся От того Что у них Забивается Всякая Срань И они Прекращают Нормально Двигаться Их надо Разбирать Смазывать А легче Выкинуть Эта штука Если вы что-то Делаете Особенно Большими Сверлами Тут До сверла Тринадцатого Я так думаю Да До тринадцатого От полтора До тринадцати Здесь указано На патроне Это почти Все работы А сейчас Еще выпускается Сверло С утонченным Хвостовиком То есть Само сверло Больше А хвостовик Маленький Тогда вы Больше Сверла Туда Зажмете Скелетный Пистолет Под герметики Ну мы Под герметики Не знаю Под все подряд Тоже Мы редко Используем Но все-таки Иногда Используем Отбросим Сейчас подбили Опа Что-то А вот Нормально Насколько Он живучий Эксплуатация Покажет Двигается Бодренько Довольно Толстый Метал Еще раз Сейчас покажу Металл Довольно Толстый Опять же Возьму Угольник Для примера Вот смотрите Видите Угольник И пистолет Пистолет Намного Толще Так Кладем И пистолет Так Начинаем Сдвигать Ящик Иначе У нас Нету места Потому что Остались О Уровень Во Уровень 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 Так Сейчас Я его Сразу Об Это Самлю Потому что Уровень Мы конечно Используем Уровень Капра Или Стенли Возможно Этот уровень Блин Зараза Ничем Не хуже Попробуем Будем С Капра С кем Сравнивать Я хочу Прой Ну Если Совсем Руками Сильно Опираться То Немножко Можно Поломать Но Знаете Как Стеклянный Этот Самый Собаки Дает Так Она Сломает Уровень Выфрезерован С двух Сторон Значит Обе Стороны Рабочие Эти Пластиковые Бывают И обрезиненные Но это Пластиковые Он Внутри Пустой Три Глазка Под 45 Вертикаль Горизонталь У нас Объекте Все Ровно И Горизонтально Короче Уровень Ну В уровне Главное Точность И жесткость Жесткость Какая-то В нем Есть Точность Будем Все время Проверять У нас есть Различные Другие Уровни Будем Сравнивать Так Стоп Сначала Обсудим Сверла А потом Уже Последнюю Штучку Которая Нам Попалась Ну Разные Сверла Сейчас Высыплю Скажу Какие Так 8 Ни хрена Не вижу По-моему Полтора 5 6 И 10 Короче Выборочные Сверла 3 3 5 6 8 И 10 Никаких Полтора Тут не было И буры Но честно Говоря Буры Куции Тут Ну опять Тут Буры 6 10 6 На 6 2 Бура Короче На 6 2 Бура На 8 И на 10 Мы Такие Куции Буры Никуда Не Используем Потому Что Ну Такие Ненадежные Крепления Мы Не Используем Поэтому Буры Я кому Просто Подарю И у нас Осталось Последнее Изделие От Hyper Tools И от Алексея Земского Молоток С Гвоздодером С Зогнутым Гвоздодером Ну Вещь Солидная 16 Унций Ну это Наверное Грамм 500 Не знаю Обрезиненный Тут Фибергласовый Я так Понимаю Вот это Моя Будет Любимая Штуковина Так Ну и Теперь Сам Ящик Ну Сразу Скажу Наступать Я не буду Но Вот он Мягкий Видите Сейчас Еще Холдно Сломать Мне Не надо Мне Никакие Такие Хайпы Дешманские Не нужны Такие Несолидные Органайзеры Конечно Такие Которые Можно Использовать Только Если Хранить Их Тут же То есть Отдельно Они не очень Хорошо Зафиксированы Зафиксированы Но не очень Возможно Будет Рассыпаться Не знаю В основном Конечно С ящиком Используем Но Ящик Как ящик Тут Никаких Отделений Нету Штоки В этих Самых В петлях Железные Штоки В зажимах Железные Я не скажу Что он Какой-то Супер Крепкий Я вам Хочу Сказать Что Последняя Хайпер Вот тут Какая-то Бумажка Зараза Плохо Отклеивается Короче Тут написано Что-то Хайпер Тулбокс Она Нихера Нормально Не отклеивается О Мне не нравится Что она Так не отклеивается Ну ладно Мы Мужчины Ободранные Так ободранные Так вот Мы Последнее время С Сережей Пришли к выводу Что мы Используем сумки Потому что сумка Выживает дольше Чем ящик А в ящике Если мы сохраним Только тот инструмент Ну не знаю Там Мультиметр Или какой-нибудь Лазерный уровень А все остальное Мы носим в сумках И ящик Конечно Мы будем Использовать Но только Для того Чтобы Протестировать Его Все Вот все Перед вами Что еще Обещал А Надо же Посмотреть Кубик Вытащить Кубик 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 Где ножик Вот Быстренько Вытаскиваем Кубик Так Теперь Надо же Не испортить Его Это же Не инструмент Это же На память От Алексея Эксклюзивная Вещь Ее Можно будет Иметь Только тем Кому Подарили Или кто Купил Инструмент Так Сейчас Ага То есть Кубик Раскладывается И складывается По другому Как некий Конструктор И все время Разные Разные Земца Высказывания За кубик Спасибо Алексей Зараза Сейчас Я его сложу Как-нибудь Чтобы он Не плясал О Ну Ну И какой Итог Я знаю Заранее Вы мне Сейчас Скажете Вован Почему ты Не обсуждал Цены Да Некорректно Я считаю Обсуждать Цены Мне Это Подарили Подарок Стоимостью 30 тысяч Мне Земс Просто Прислал И С моей Точки Зрения Это Достойно Уважения Прислал И Сказал Делать Что Хочешь Снимай Что Хочешь Ну В смысле Он не Сказал А посредственно Своих Сотрудников Поэтому Что Сколько Стоит Я Не Желаю Этого Делать Потому Что Подарки Не Зря Чеки Отрывают И Моя Задача В том Что Используя Это На Объектах Пусть Не Весь 100% Инструмент Но А Приленную Часть Если Что То Не Не Подходит Например Сантехникам Я Буду И Сделаю Выводы Так Что Обзор Как Всегда От Бавана Колхозный На Коленке Без Сценария Без Пяти Камер Шести Освещений При Вас Я Все Открыл При Вас Высказал Свои Эмоции Алексею Спасибо За Доверие С Вами Был Владимир Реальная Стройка Всем Спасибо Всем Пока А Народная Мудрость Наijah Будет Такая Вован Не Хайпуй На Хайпери И Не Коси Подземца Он Моложе Красивее И У Два В И Банки Больше Фа Як .